А может наши змогары хотят попасть не в процветающую Германию, а в Испанию, Италию или Португалию, где вся молодежь, безработная, целое поколение, или в вымирающую Прибалтику, или в нищую, растоптанную, униженную, распроданную Украину? Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о секрете экономического чуда в Беларуси. Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Как выглядит белорусское экономическое чудо? Все очень просто. Синепалый диктатор побирается 27 лет, набирая кредитов и долгов во всех странах мира, где только ему могут дать эти самые деньги. Беларусы тем самым все больше и больше влазят в долговую яму, долговую кредитную яму. Это не просто деньги, которые вам дают. Эти деньги дают под определенные проценты, и нам их придется возвращать. Синепалого диктатора это, в общем-то, никак не волнует. Он продолжает попрошайничать деньги. В связи с тем, что он убивал белорусов, репрессировал, останавливал самолеты, гнал контрабанду сигарет, нелегалов, наркоты в другие страны, соседние европейские страны, там ему больше денег никто не даст. Поэтому нужно куда идти? Правильно. К тому самому, кто вам вагнеровцев присылал для переворота. Но это уже другое. Лукашенко получил от России 51,5 миллиарда долларов. И все это та самая экономическая стабильность. По сути, Лукашенко забрал у русского народа 51,5 миллиарда долларов. И ничего не сделал. Что он сделал для этой страны? Она разваливается, мосты разваливаются, дорог нету, пенсий нету, заработных плат нету, предприятия разваливаются. Те перерабатывающие нефтеперерабатывающие предприятия на коленях умудрился продать нефтяную трубу, которая проходит через нашу с вами землю. Обосрался с Европейским Союзом, украл выборы и цены дорожают на 30%. Бензин дорожает каждый день. И это его заслуга. С учетом того, что он набрал столько кредитов, что белорусскому народу нужно еще несколько лет пахать только на то, чтобы отдать эти деньги. Вот экономическое чудо лукашенковского бандестага. Белая Русь анонсировала создание провластной партии. Так сказать, альтернативной партии, как они называют себя, но по факту Лукашенко создает партии, которыми он будет управлять. Что-то похоже на модель российского государства, где существует 10 партий, но они не имеют никакого веса и ничего не решают. Ну, только продолжают кушать с белорусского, в данном случае российского бюджета. Эти партии ничего не имеют общего с политикой. Политики в Беларуси нет. Есть диктат. Политика будет тогда, когда будет в стране свобода слова. Действует закон и конституция. А до тех пор они сами варятся в своем котле, создавая видимость какой-то политики. Лукашенковские чиновники открыли центр для инвалидов. И попиарились на этом самом открытии, хотя сами к этому открытию и к постройке этого самого центра не имеют никакого отношения. Это показывает, насколько они лицемерны и жалки. Сначала они католическую церковь рисуют со свастикой и фашистскими крестами, а после этого на их заслуги пытаются попиариться. Ну, так сказать, своего ничего построить не можем для белорусского народа. Будем пиариться на том, что строят другие. И, чтобы вы знали, половина детских площадок во всей стране построены никак не за лукашевские деньги. Даже Гомельский центр радиационной медицины также построен не за белорусские деньги, не за белорусский бюджет, за китайские деньги. И таких построек в Беларуси миллионы. Вопрос, куда деваются наши деньги? Кто будет за это отвечать? И когда они начнут за это отвечать? Вопрос риторический. Польские пограничники задержали тех самых людей, которые помогали нелегальным мигрантам переходить через границу Беларуси. Это очень важная информация, так как в ближайшее время все раскроется, вся схема будет раскрыта. И те, кто были задержаны, расскажут, кто именно их курирует. Понятно, мы все прекрасно знаем, что там рука Лукашенко. Но вопрос в другом. Пускай вся цепочка будет раскрыта, каждое лицо, но и будет кого под санкции пускать. Литва заявила о том, что не собирается отказываться от давления на синепалого диктатора из-за потери каких-либо грузов во время перевозки. В общем-то Литве можно сказать огромное спасибо, так как в этот раз она сражается как никогда за свободу белорусского народа. Это хороший, показательный момент, кто есть друг для белорусского народа, а кто есть враг. Тут не нужно ничего придумать, нужно просто посмотреть, кто помогает народу, а кто помогает диктатору. И все станет на свои места. Все чаще и чаще к нам обращаются белорусы с требованием, с требованием опубликовать ту или иную информацию, что лукашисты в школах требуют деньги. Знаменитые поборы, школьные поборы на класс, окно, даже на воду сдают родители в школах. И все начинается уже с 1 сентября. Списки, которые нельзя прочитать за 15 минут, так как он начинается с утра и заканчивается ночью. Также начинаются ремонты классов, какие-то подарки, мероприятия. Потом навязывают какие-то кинотеатры, театры, фотосессии с нужными людьми, которые будут фотографировать. И все это вытягивает из карманов белорусских родителей деньги. Белорусские родители возмущены данной ситуацией, но тут лукашисты тоже придумали законный обход данной ситуации. Учителя не собирают деньги, они создают родительский комитет, и там образуется Ябадькостан. Те самые люди, которые считают, что собирать в школах деньги это нормально. И собирают у родителей деньги, даже если их у них нет. В любом случае, родители должны сами принять решение и отказаться от сдачи денег. Иначе ни мы, ни кто, либо другой не сможет вам помочь. Откажитесь сдавать деньги в белорусские школы. Пускай директора пытаются найти эти деньги у тех, для кого фальсифицировали эти выборы. И тогда ситуация поменяется. Путин предоставит кредит синепалому диктатору на 640 миллионов долларов. Кредит. Так сказать, для поддержки силовых структур Лукашенко. На крайний случай, что в Беларуси пытался подавлять протесты. В общем-то, два диктатора помогают друг другу для совершения новых госпереворотов. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев. Для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это очень и очень важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Друзья, не забывайте про наш телеграм-канал. Подписывайтесь. Это мотивирует нас к лучшей и большей работе. Для нас это очень важно. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Пока.